В гостях у тайны, серый человек. История, которую я расскажу вам, произошла в понедельник 30 декабря 1991 года. Тогда я занялся в свой дневник. Но и без того, помню все хорошо. Моей целью будет не напугать вас, хотя мне было тогда очень страшно, а скорее привести пример, как с обыденной жизнью граничит жизнь иная, странная и непознанная. Место действия Киев – Зверинец. Зверинец – это такой огромный холм над Днепром, пронизанный лабиринтом пещер, из которых изучена лишь малая часть. Зверинец расположен между Днепром, оврагом Наводничи, летописной речкой Лыбедью и Бусовой горой. Сам холм Зверинецкий пересечен множеством оврагов и несет на себе меньшие холмы или вершины. Испокон веков на Зверинце были пещеры, кладбища. Да, происходили разные чудеса. В наше время над ним неоднократно наблюдались НЛО. Часть Зверинца занята ботаническим садом. На его территории, ее около, находятся два монастыря. Внизу, в овраге у Днепра, лежит древний Выдубицкий, а на верхней плоской части, основанный в XIX веке, Свято-Троицкий, нынче более известный как Ионинская церковь, в честь основателя Ионы. Сам Иона имел некоторые видения, относящиеся к переходу в иной мир, весьма сходные с рассказами людей, попавшими в мир эльфов, где время течет иначе, и можно встретить знакомых покойников. До того, как Иона стал возводить свой монастырь, он жил тут с другим собратом по вере. Вот что писал Иона в XIX веке в своих воспоминаниях. Строения здесь никакого не было, одна земля и заросли. Отец Иларион сделал себе куренек из хвороста, нарванного здесь же, из дикого бурьяна, сделал крышу и жил в нем целое лето. А потом Бог благословил, и появилась маленькая келийка на чистом, незаросшем месте. Купив барочного леса, я поставил из толстых бревен столбы в углах, а стены из досок длиною и шириною семь аршин. Она и теперь стоит. В этой келии мы жили двое. Я вышел из греческого монастыря и до поступления в Выдубицкий жил в этой келии с отцом Иларионом. Здесь был сад, в котором росли разные фруктовые деревья, груши, яблоки, сливы, вишни, орехи. Место это было отгорожено от Выдубицкого монастыря забором и по уличке внизу шириной семь сажень. Когда отец Иларион здесь жил один, он видел выходящее из земли пламя, охватившее всю местность, где ныне стоит малая церковь. Видел огненный столб огромный, доходящий до небес. Столб виден был даже на горе, где ныне собор. Много ему было страхов от дьявола. Дьявол гнал его отсюда. К нему неоднократно приходили воры и грозили убить его, но Бог его во всем хранил и укреплял. Дьявол поносил его и говорил, зачем он здесь живет, лучше жить в монастыре, чем здесь. Дьявол рыдал всю осень, зиму и весну, ходя по переулку и, кляня отца Илариона, Николая и Романа, которые жили втроем, приговаривал, проклятые черноголовые, длинноволосые калугеры зудят мне, гонят меня и покою мне не дают, из наследия моего древнего и давнего гонят меня. Все это слышали братья и терпели. Отсюда, если доверять сказанному, можно сделать некоторые выводы. Малая церковь – это старая почти кубическая двухэтажная часовня. Она стоит почти на краю холма, позади новой часовни, своей копии. От старинной часовни вниз на другой уступ холма ведет бетонная лестница, упираясь в тыл полуразрушенного на 2020 год добротного дома в три этажа, до революции он принадлежал монастырю, а в советское время там был один из научных корпусов ботсада со столовой на первом этаже. Итак, над этой горой, там где колокольня, и видел Иларион – аномальное явление. Но давайте осмотрим местность сейчас, в 2020 году. Может, найдем что интересное. Музыка Продолжение следует... 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 1991 года, когда я с двоюродным братом своим Арсением отправились кататься в ботсад на санках. Тогда был санитарный день, то бишь посетителей не пускали, своеобразный выходной. Ни с живой души всюду лежал снег, а небо над нами затянули серые тучи. Мы пошли кататься надолго по большой и крутой дороги от самого верха Сиреневой аллеи и до Выдубичей. Пожалуй, нигде в Киеве больше нет таких длинных санных трасс. Только сейчас, в отличие от 1991 года, снега нет, не выпал. А все остальное осталось, почти как тогда. Мы съезжали вот с этой горки, затем по прямой. Тут не было ни ограды, а среди кустов можно было проехать. Тут мы вылетали с небольшого трамплина, ехали вперед и там мы поворачивали налево. Вообще, то, где я сейчас стою, это улица Выдубицкая. Вот так мы ехали. Можно было либо ехать по краю этого оврага, либо свернуть сам овраг. Чаще всего мы ехали вот так. Вот эта ограда, ее починили. Раньше она представляла собой жалкий вид. Здесь же я катался еще на роликах. С роликов спрыгнуть нельзя, поэтому для торможения я сворачивал в кусты. Эта дорога по краю оврага называется улица Выдубицкая. Она идет в самый низ, к Днепру. Можно было, конечно, свернуть овраг и здесь, что мы неоднократно делали. Но, опять же, самая большая скорость и самая накатанная дорога была просто поверх асфальта. Вот здесь весной цветет сирень. Вот видно, сохранилась нахоженная тропа к монастырю, а там дальше есть старинная лестничка. На этом повороте скорость езды на санках особенно нарастала. По правому краю растет можжевельник. Вот в него-то и можно было прыгать, чтобы сгасить скорость на роликовых коньках. Но на санках мы этим не занимались, мы просто ехали на полной скорости. А вот на этом повороте приходилось несколько гасить скорость. Потому что тут более ровно и можно было, к тому же, вылететь за край в довольно глубокий овраг. Мы ехали вот так. И чаще всего тут по прямой вниз, слева от зачащегося у одного же холма ручейка. Вот вот мы просто съезжали вниз, а потом либо поднимались вверх по склону, либо, если было время, обходили и шли наверх, чтобы повторить подвиг. Эта часть Звернецкого холма обсажена здесь деревьями, многие из которых существовали до того, как тут возник ботанический санк. Мы видим Дубраву и в этой Дубраве и под этой Дубравой, под явно давним дубом раскидистым, сохранился вход в подземелье. Это подвальное помещение каким-то образом относилось к Вырубецкому монастырю и на описываемое время было темным и пустым. Закинув санки за спиной, ну знаете, как вешаешь за плечо и идешь, мы с Арсением бордер прошагали мимо подземелья. Никого позади нас не было, никого на склоне не было. Напоминаю, что речь идет о зиме. Всюду лежал снег, никого вокруг не было. Мы с Арсением пошли дальше, наверх. Идти было скользковато, идти было холодновато. Но мы шли, предпущая очередной быстрый съезд. Тут кто-то из нас оглянулся и увидели, как оттуда вышел однотонно серый человек. Это сейчас тут людно. Ходят люди, а тогда был санитарный день, никого в саду кроме нас не было. Человек был серый весь. Мы сначала подумали, что он голый, потому что на нем не было видна какая-либо одежда. Но его лицо также было серым, а на шее что-то краснело. Мы переглянулись и кто-то из нас, я не помню кто, крикнул, мотаем отсюда. И мы побежали, хотя бежать было тяжело. Сворачивать на эту лестничку. Нет, почему-то мы ее проскочили туда. Я припомнил, что в Ботанике незадолго до этого случилось три убийства. И сообщил об этом Арсению. Мы ускорили наш бег. Запыхавшись, мы оглядывались, выглядывали. Серый человек прятался за можжевельником. Потом выходил и шел за нами. Тут мы решили свернуть, чтобы бежать на участок хвойных. Вот здесь мы видели три кучи из глины. Или чуть выше, я не помню где. Я сказал, тут и похоронили тех, кого недавно убили в Ботсаду. Мы испугались еще больше. Теперь нам предстояло подняться через сиреневый сад, наверх к участку хвойных. Минуя сиреневую аллею. Конечно, можно было бы побежать туда или туда, но мы шли прямо. Сбираясь на холм, все выше и выше. До времени серого человека не было видно сзади. А потом он появился снова. Далеко от нас, но появился. Мы побежали дальше. Мотаем, Петя, кричал Арсений. Кругом было пусто, безлюдно и бело от снега. На небе, не как сейчас, а на небе сгущались. На небе тогда сгустились серые тучи. Серые, почти коричневые. И над всем висела полная тишина. Мы постоянно оборачивались назад. И этот серый человек шел за нами. Он шел определенно за нами, потому что мы же сюда повернули. И он повернул за нами. Нам не было времени разбираться, почему он однотонно серый. Почему на нем не видно одежды. Но создалось впечатление, что он в сером комбинезоне, который покрывает его всего, включая голову. Последний рыбок. И мы оказались в хвойных. Мы потеряли тут его из виду и немного сбавили темп. Тут мы пошли по этой аллее. Вообще туда отходит вот эта вот дорожка. Это улица Землянская, бывшая. Сейчас это просто ботаническая дорожка. Так мы свернули сюда, чтобы добраться через хвойные к березовой роще. Представьте себе, выключите людей, выключите асфальт. Представьте, всюду только снег и тишину. Мы прошли мимо поворота с деревом Гингго, чьи плоды пахнут рвотой. Вот это дерево, березовая роща. Там уже было как-то посветлее. Тут мы обернулись и увидели, что вот там серый человек прыгнул за кусты можжевельника и присел там. Мы снова побежали. Он бежал за нами оттуда. Или шел, я не знаю. Мы бежали, а шел ли он или бежал, я не знаю. Но, вероятно, он догонял нас в то время, когда мы шли расслабившись. Мы решили пойти через березовую рощу между питомником и розарием. В надежде, что там хотя бы сторожа есть в питомнике. И хоть какие-то люди. Вокруг было пустынно, голо и страшно. Повторяю, выключите воображение людей и добавьте снег. Всюду было заперто. Мы бежали в глухом коридоре из сетчатых заборов. Снег хрустел под нашими ногами. А позади нас шел и убежал серый человек. Мы направлялись к дырке, к заборе. Дырке напротив моего дома, напротив балкона. Нужно было только добраться до липовой аллеи и свернуть направо. Мы просочились через забор. Тут была дырка и посмотрели туда. Серый человек шел за нами по липовой аллее. Мы побежали туда, чтобы спуститься с пригорка и попасть ко мне домой. Я раньше жил в этом доме. Бежим, бежим. Снег, снег кругом. Раз и в небо по трубе. Вот тот балкон, это мой. Когда мы забежали домой, мы подошли к окну, которое выходило на балкон. Балкон не был застеглен. И смотрели... Это уже чужая квартира. И мы смотрели по прямой на этот забор. Серый человек ходил за забором, за вот этими секциями, возле дырки. Влево-вправо ходил, стоял. На шее его отчетливо что-то краснело. Но он не мог, кажется, или не хотел преодолеть пределы ботанического забора. Какое-то время он маячил тут. Потом, когда мы снова... Мы отходили к окну, подходили снова. И вот когда мы вновь подошли к окну в очередной раз, этого человека уже не было видно. Субтитры подогнал «Симон»